Этот аппарат должен быть в каждой мастерской. Я знаю, что обзоров на эту термовоздушную станцию уже предостаточно, но этот будет самый интересный, самый исчерпывающий. Посмотрим на все плюсы и минусы и, если потребуется, откалибруем и немного поработаем. Термовоздушная паяльная станция КВИК 857DW+, предназначена для пайки большинства компонентов поверхностного монтажа, вплоть до БГА при нужной калибровке, потому что в заводской стоковой настройке данный фен может немного врать, то есть плюс примерно на 30 градусов. Это уже третья версия данной модели, полностью доработанная. В предыдущих версиях D и DW были определенные проблемы с вибрацией и шумом. В этой станции все исправлено и здесь стоит уже моторчик совсем другого типа. И позже мы разберем эту станцию и посмотрим, что там внутри. Работает данная станция от 220, работает на бесщеточном вихревом компрессоре, то есть сам компрессор установлен непосредственно в станции здесь, а не в ручке, как на фенах турбинного типа, типа люкей. Регулятор температуры здесь, как и регулятор потока воздуха, аналоговый, с очень приятной плавной прокруткой. Просто настраивать одно удовольствие. Основным отличием этой станции от своих предыдущих версий является то, что она работает намного тише. Сейчас я включу и посмотрим, как она работает на среднем потоке и на максимальном. То есть сейчас стоит средний поток. Это максимальный. На предыдущих версиях были сильные шумы и сильные вибрации. Здесь стоит немного другой мотор, за счет этого паяльный фен практически не слышно в работе. Как заявлено производителем, здесь установлена интеллектуальная система охлаждения. То есть в момент, когда мы кладем на подставку ручку, фен начинает плавно охлаждаться. Делается это для того, чтобы нагревающий элемент плавно охлаждался и не выходил из строя. Температурный диапазон на данной станции от 100 до 450 градусов. То есть максимально 450, минимально 100 градусов. При максимальном потоке воздуха 50 литров в минуту. В комплект термо-воздушной паяльной станции QUICK 857DW Plus входит сама паяльная станция, паяльный фен, подставка, 4 насадки и инструкция. Сейчас я установил мультиметр термопара для того, чтобы посмотреть, как данный фен будет держать температуру и стоит ли вообще его калибровать. Температура 250 градусов, поток поставил средний и буду держать на том расстоянии, на котором обычно мастера паяют. Показывает 273 градуса, 274-273 градуса. Все-таки нужно немного откалибровать. Раз фен у нас врет на 25 градусов вверх, предлагаю попробовать откалибровать, хотя у меня паяльная станция еще на гарантии. Напоминаю, гарантия на этот фен будет год, но ради контента предлагаю разобрать. Прежде всего, конечно, необходимо обесточить. Безопасность превыше всего. Выкручиваем все винты. Выкрутил все винты. Вот из чего, собственно, состоит сам фен, то есть сам моторчик и это вот, собственно, мозги самого мотора. Моторчик здесь на резиновых подушечках, как и, в принципе, сама станция вот здесь сделана. Это, скорее всего, для того, чтобы погасить вибрации возможные от работы самого фена. Итак, вот в этом месте есть два контакта. Нам потребуется джампер, ну, по-русски перемычка. И в момент, когда мы будем настраивать, этот самый джампер нужно будет установить вот в это место. Сейчас я все здесь установлю как надо и начнем калибровать. Вот так это все выглядит. Сейчас я включу фен. Итак, включаю фен, поток средний, температура 250 градусов устанавливаю и пойдем по калибровке вверх. На данный момент показывает 268 градусов. В самом начале был всплеск, где-то около 300, очень странно, но после этого температура стабилизировалась. Итак, сейчас у нас температура 260 градусов, нам нужно на фене выставить ту же самую температуру. Устанавливаю джампер и кручу температуру, чтобы было 260 градусов. Так, сверяем. Сейчас у меня на мультиметре 260 и на самом фене тоже 260. Снимаю джампер. Теперь установлю температуру 350 градусов. Мультиметр показывает 343 градуса. Все в том же положении. Ну, давайте уж настроим, чтобы прям идеально было, как в аптеке. Снова устанавливаю джампер и устанавливаю 242 градуса. Вот, 342 градуса. Температура поднялась вверх, поэтому я выставил 348 градусов и снова снял джампер. Сам джампер необходимо устанавливать вот в это место, то есть два вот этих вот контакта. Ни в коем случае руками ничего здесь трогать нельзя, все под напряжением. Смотрим температуру на термопаре. 351 градусов, а на самом фене 348. Снова установил джампер. Установил 352 градуса. Смотрим, какая температура сейчас будет на термопаре. 351, 352 градуса. Отлично. Температуру держит абсолютно ровненько. В принципе, на такой же калибровке, на такой точной температуре вполне можно паять даже БГА. Приступаю обратно к сборке. Фен полностью откалиброван. Сейчас посмотрим, как будет снимать БГА-микросхему данная паяльная станция. То есть сейчас посмотрим равномерность нагрева рабочего места, сорвет ли она пятаки под микросхемой, собственно. Что прям реально заметно, так это то, что ручка не вибрирует в руке. Поскольку мотор находится в самой станции, а не в ручке, рука не трясется, не вибрирует. Это прям здорово. Микросхема демонтирована. Сейчас посмотрим состояние пятаков. Вот у нас то самое место, где мы снимали микросхему. Ни одного пятака сорванного нет. Это значит, что фен равномерно нагревает все рабочее пространство. На рынке есть более профессиональные станции с более широким функционалом. Например, старшая модель того же самого КВИК 861 ДЕ. Но ценник на эту станцию в 2,5 раза дороже, чем на эту станцию. До приобретения этой станции я работал на станции турбинного типа. То есть турбина находилась непосредственно в ручке. У них есть целая куча проблем и болячек. И приобретая эту станцию, я ни разу не пожалел. Данная паяльная станция перекрывает все вопросы, которые касаются пайки. А ссылку на эту паяльную станцию я, как всегда, оставлю под видео. У меня все. Пока. А почему бы и нет? Это же все-таки фен.